здравствуйте в библейском портале экзегет мы положим сегодня беседы о первой книге царств рассмотрим начиная с главы 16 в этой главе начинается история царя давида избранного богом чтобы стать царем израиля описывается ревность к нему цел саула предыдущего бомазанника и наконец последний 31 главе этой первой книги царства говорится о гибели саула в битве с филистинами на горе гелвоя потом во второй книге царств повисуется о завышении давида и передачи власти соломону в первых главах трести книги царств во второй главе говорится о смерти давида и так жизнь царя давида описано как захватывающие художественные приставания способные по выражению современного библеиста олтера бреггемана озвучить замысловатые каденции истории давида и прекрасную музыку божественной верности прерываемую рваным ритмом человеческой воли но действительно может так музыкально передать энергичную и драматичную картину истории израиля сегодня обратимся к истории давида как она происходила при жизни царя саула божественная верность своему избраннику появляется в этом тексте исключительно ярко вот как пятнадцатой главе нет шестнадцатой главе первой книги царства господь сказал самуилу возьми в руку твою эти лицу и скажи пришел я для жертвопродолжение господу и пригласи и сея и станови его к жертве я укажу тебе что делать тебе и ты поможешь мне того о котором я укажу тебе поможешь мне вот заметим не просто для продолжения административной организованности израильского народа но того кто будет исполнять волю его и так когда пришел он вифлеем то стариншины города с трепетом вышли на встречу и ему и сказали мирный приход твой действительно явление пророка означает что-то исключительное он не просто так приходит навестить он пришел сообщить волю бога и отвечал он мирен для жертвоприношения господу пришел я осветитесь и идите со мною жертвоприношению я светил и сея и сыновей его и пригласил их к жертве и когда они пришли он увидев елеава сказал сей пред господом помазанья к его то есть елеав старший сын и сея был таким видным молодым мужчиной что как бы по внешности вполне годился быть царем но господь сказал самуилу не смотри на вид его и на высоту роста его я отринул его я смотрю не так как человек ибо человек смотрит на лице а господь смотрит на сердце страх юфленских старейшин подчеркивает значительность всех предстоящих действий также и появление одного за другим сыновей и сея их семеро что символично задает некий ритм таким типичным представительным приемом то есть ритмическим так последовательность ритмичный одного за другим эпизодов обычно подготавливается значительность решающего события то есть речь идет о главном событии о выборе давида который есть восьмой тоже символическое число и кроме того давид он как сказано в тексте меньший и пасет овец так о нем отозвался отец есей меньше и пасет овец то есть по человеческой оценке самые незначительные но выборы делают не люди а бог чья сила совершается как мы знаем немощь подобно тому как для жертву богу приносится здоровый агнец белой шерсти так юный давид как сказано белокур с красивыми глазами и приятным лицом когда давид явился господь сказал самуилу встань помашь его ибо это он в действии которые совершают люди в их речи вмешивается господь это передается библейским текстом как собой собой разумеющиеся и нет необходимости уточнять как скажем у самуил услышал голос бога слухом ли в сердце ли как-то его отозвалось божье повеление или сознание были какой-то знак сошествия духа господня на давида или составителю текста ясно из последующих событий библии и во всей истории израиля главный герой бог вот это надо помнить и близкий текст не следует читать как просто некое описание событий конкретного народа или окрестных народов тут скорее знаете можно применить как бы сказать то есть принять качество художественного текста которым есть герой по отношению которому выстраивается все повествование все события отнесены к этому герою так вот героем библии является бог именно это истинно должна была утвердиться в сознании народа для которого трудились его учителя книжники и хранители преданий как мы знаем предание хранившиеся из устно от глубокой древности еще от там от времен скажем в рам становилось записанным текстом трудами многих книжников учителей во времена близкие плену в плену и после плена когда надо было утвердить народ в его так сказать значительной судьбе и хранить предание уже надежным образом в письменных текстах так вот дух господень почил на давиде этот юноша решительен и смел так что вызывает на битву богатыря голиаф вся в этой сцене вот битве давида с голиафом нарочито преувеличена голиаф гигант он вызывает нидероборство смельчака из израильтян похваляется так не филистимен ли я а вы рабы сауловы не случайно прозвучало это обращение рабы сауловы тут израильтянам следовало вспомнить то требуя себе царя они отказывались от божественного попечения его и водительства божественного и подчиняли себя произволу и ограниченные силе человека царя но бог не отрекается от израиля дух божий укрепил давида и он сказал давид так вызывающий говорит кто этот необрезанный филистимлянин что так поносит воинство бога жива га понимаете не рабов сауловых сказал давид поносит голиаф не какой-то иной народ но народ посвященный богу живому знаком чего было обрезание так понебрежительно не обрезали филистимлян и поносит он не просто каких-то людей или маленький народ но воинство бога живак давид действует силой духа божий его победительное вдохновение выражается словами такими пусть никто не падает духом из-за него то есть из-за голиафа когда бывало лев или медведь уносил овцу из стада то я гнался за ним нападал на его я отнимал из пасти его а если он бросался на меня то я брал его за космы и поражал его и вершел его вот такая похвала пожалуй если бы так и было в прежней жизни давида то старший брат его не стал бы ругать давида перед битвой за высокомерие понадеялась об 1 уже испытанную силу этого младшего однако не крепостью мышечных сил этого юноша должен быть побежден враг о воле бога и эту волю давид не боится исполнить он предложил так давид не пойти ли мне и не поразить ли его чтобы снять поношение с израиля ибо кто этот не обрезанный господь который избавлял меня от льва и медведи избавит от руки этого филистиблинина еще одна важная деталь давид отказывается идти на битву в доспехах саула то есть царя доспехах воинских крепких и наверное надежных он так сказал коллег примерил я не могу ходить в этом я не привык это напоминает вот о чем доспехи саула обозначали бы что к этой силе царской относятся и победа вода вид обречены силой свыше и немощным мечом на ловке можно сказать мальчишеским броском он убивает голиафа надо выразить надо оценить тут выразительность секса который придает энергичную взволнованность юноши полного новой силы для него такой может быть неожиданный но абсолютно реальный и уверенностью победы полны полномерения и слова давида он так говорит ты идешь против меня с мечом и копьем а я иду против тебя во имя господа саулафа бога воинств израильских которые ты поносил ныне предаст тебя господь в руку мою и я убью тебя и узнает весь этот сон что не мечом и копьем спасает господь ибо это война господа и он предаст вас в руки наши война господа вот сухое изложение фактов не передал бы так подлинно всю эту суть самого события как вот этот яркий пассаж даже переводе энергичный ритм текста насыщенность образами убеждает в реальной несокрушительности той силы которая теперь присуща давиду повествование об этом событие составлено по прошествии многих столетий после давида во времена пленения и после плены вабилонского к тем к тому времени когда народ пережил унижение поражение разрушение царства бедность но уверенность близости господу никогда не должна была покидать этот народ ради чего и хранилось писание и составлялась и так сказать весь пафос священного писания именно должен был поддержать эту идею в жизни народов например плачевная песни в плену вавилонском на реках вавилонских это 136 псалом псалом давида однако не давид же его составлял раз это было событие которое в нем описывается через там лет через лет более двухсот так или иначе через более трехсот после давида то и не во время торжества израильского царства во время плена полного унижения составленный текст но она передает эта песнь ту же преданную любовь к богу какая жила в душе давида и она естественным образом эта песнь включена в псалтырь как по существу продолжение холебных и покаянных псалмов давида точна поэтическая интуиция библейских писателей в передаче самой сути отношений бога человеком как в перепятиях истории народа всего так и в судьбах отдельных людей героических как самсон или скромных как ручь сегодня кончим на этом беседу о первой книге царств и продолжим в следующей беседе до новых встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео